Всем привет, друзья! Что-то я совсем пропала из медиапростеру, скажем так. Ну, потому что действительно я не выкладываю тикток, не выкладываю инстаграм, ютуб. Ещё бы год или два назад, я бы, наверное, сказала и себе, и, в принципе, своей аудитории, что я не могу без этого, у меня не получается, потому что это привычка. Ты привыкаешь к общению даже просто с телефоном, стоящим напротив тебя, с камерой, к трансляциям, и тебе действительно очень глубоко в душе этого не хватает. Но когда жизнь вносит свои коррективы и меняет, ну вот прям основательно, Микуся, солнышко, дубля два не будет, мне просто не будет времени записать дубль два, соседи просто доходят. Ну, в общем, когда жизненные приоритеты меняются, да, они переступают больше за черту работы, какой-то занятости, да, всё так же не хватает канала, общения и так далее и тому подобного. Но на это просто не хватает времени. Вот банально, да, я вчера писала в своём телеграм-канале о трудокоризме, о том, что он неизлечим, причём в полной мере, я вчера в ванной живёт, расслабляться, отдыхать, и надо было бы, а я сидела в телефоне, выкладывала объявления. Я действительно очень сильно себя сейчас нагрузила, я надеюсь, что это в будущем даст мне возможность позволять себе больше, чем я позволяю на данный момент. Поэтому я прежде всего хочу попросить прощения у тех, кто действительно ждёт моё видео, я знаю, что есть такие люди, как бы там кому сейчас смешно не было за кадром, я всё вижу. Вот, но я точно знаю, что есть такие люди, даже если несколько человек, я вам за это очень-очень благодарна. Поэтому я не ухожу, это, знаете, не речь перед тем, как канал закрывается, нет. Это просто вот грубая констатация фактов, с которой я просто обязана поделиться со своей аудиторией. Все планы, всё слетело, всё у меня пошло по... Все мои встречи, которые должны были произойти, интересные, в том числе и с Томой, и с Сашей. Саша, я знаю, что ты смотришь видео. Спасибо тебе большое. Девчоночка, которая мне делала когда-то маникюр, брови она мне делает периодически. Да. Вот, поэтому, поэтому я решила поменять кадр и взять вот этого вот мальчика, красивого, кричащего, на руки. Он ещё долго сидеть не будет. Это, кстати, минус, хотя странно, я его постоянно носила на руках. Я думала, что он, типа, ну, знаете, как с детства привыкнет и будет себе спокойно, нормально сидеть. Поэтому что я решила? Я сделала такой небольшой анализ всего происходящего в своей жизни и поняла, что я очень во многих вещах на себя забила. В том числе и в физической активности, и в питании. И это даёт свои, отпустим собачку, это даёт свои негативные последствия. Что-то я могу поменять, то есть я понимаю, что как взрослый человек, что я что-то могу поменять. Хотя бы попробовать, даже если не получится, но хотя бы попробовать что-то изменить. И я буду это делать. И периодически я решила всё-таки этим делиться в YouTube, в своём блоге. Возможно, в будущем, дай бог, нам всем выжить. Дай бог, чтобы быстрее закончилась война. Я посмотрю на себя, да, что я делала что-то попытки, потому что очень многое забылось. И я уже неоднократно говорила о том, что такое ощущение, что жизни до войны просто не было. И я просто её не помню. Но благодаря богу, порой приходится вспоминать. Особенно то, как я выглядела, то, как я себя вела. Некорректно, скажем так, и неправильно во многих вещах. Вот. Поэтому, во-первых, я оставлю, как всегда, ссылку на свой телеграм-канал. Там мы с девчонками договорились традиционно выкладывать тарелочки. Я очень постараюсь хотя бы два приёма пищи не забывать выкладывать. Потому что я знаю, что, ну, бывает такое, знаете, в процессе работы ты просто поел, и я забыла просто даже сфоткать. Я, может быть, буду писать текст там. Вот. Завтрак, обед, ужин, да, хотя бы как-то. Ну, это будет то, что там будет каждый день. То, что будет на ютубе, как у меня будет получаться со временем, я пока не скажу. Пока в этот график, скажем так, не втисну, не войду. Вот. Но на ютубе я тоже буду выкладывать. Если хотите видеть каждый день, хотите присоединиться к нашему челленджу тарелочек. То есть не обязательно фоткать. Ну, желательно, конечно, фоткать. Можно просто писать. То есть у меня будет там, например, какой-то там пост, да, рыба, говоря, в телеграме там с тарелочкой. И вы под этим постом будете делиться, чем вы питаетесь, что вы едите, показываете. Возможно, будем как-то мотивироваться, стараться в это непростое время. Завтра я пойду на закупку продуктов. Вот. И завтра я планирую кое-что приготовить хотя бы на несколько дней. Кое-что это я планирую киш делать очень классный. И, не знаю, может быть, лазанью, может быть, еще что-то. Ну, в общем, не знаю. То есть у меня будет абсолютно простая обычная еда, но иногда что-то я хочу себе вкусное готовить. Потому что я очень, очень в последнее время реально забила на себя. Так нельзя, это неправильно. Я пыталась за эти несколько дней. Я уже давно девочкам в телеграме сказала, что я хочу в режим войти, да. У меня это не получается, меня это напрягает, меня это стесняет. Поэтому я понимаю, что единственное, что я могу постараться сейчас изменить, это свое питание и постепенное внедрение новых привычек. У меня вес стоит, в принципе, на месте. У меня нет цели похудеть. Если же у вас есть цель похудеть, вы тоже можете к нам присоединяться и мотивироваться нашими общими действиями. Потому что вместе веселей в любом случае. Я просто хочу наладить свое питание. А налаживание режима, вот как я себе там в голове нарисовала, это вообще сейчас нереально. Потому что очень, повторюсь уже миллионный раз, много работы. Мне там вчера Лина, моя зрительница, написала о том, что если я столько работала, уже стала бы миллионером. Ну, я не стремлюсь стать миллионером, да. Хочется хотя бы банально себе зарабатывать не просто на еду, оплату коммуналки и очень-очень редкие покупки там какой-то одежды. А хочется вот прям большего. Но для того, чтобы иметь большего, нужно работать, нужно себя проявлять, показывать и, соответственно, повышать свой уровень заработка и, соответственно, уровень жизни. Я уже знаю, как это делать. Я к этому иду. Потому что буквально там с полгода назад у меня были совсем мизерные, скажем так, заработки. Когда ты там покарточно получаешь 3-4 гривны карточка на одном из проектов. Или когда ты уже там по часовой сидишь, это совсем другая плата. Ну, в общем, это вообще не в эту тему, но просто я хочу знать, к чему, хочу, чтобы вы знали, к чему я стремлюсь, к чему я иду. И постараюсь периодически, периодически делиться этим в своём маленьком блоге. Как раз делаю себе сейчас тарелочку на завтрак. Решила вам показать. Листья салата покупаю в АТБ сейчас чаще всего, потому что на рынке или нет, или цена слишком завышена. Вот. Помидорчики. Черри беру. Ну, они имеют реально вкус помидора. Вот. Мне нравится и... И на этом точка. И кукуруза. Заправляю этот салат вот таким вот маслом. Льна вообще рекомендую использовать. Тоже всем. Я знаю, что его можно как типа в чистом виде для здоровья тоже пить. Вот. Но я им заправляю салат. У меня ещё есть... Ой, сейчас покажу, какое. Уже... Ой, что-то на у меня отсоединяется. Вот такое вот ещё классное, полезное для заправки салатов. Но оно у меня уже заканчивается. В основном заправляю маслом льна. Вот так вот. Я не буду говорить, что то, что я готовлю и то, что я ем, это всегда ПП и правильно. И как бы вот. Но тем не менее, это поддерживает мою форму. Поэтому если что-то не так и неправильно, я же никого не призываю питаться так же, как это делаю я. Так, и сегодня у меня яйцо в лаваше. Завтра хочу попробовать приготовить один достаточно оригинальный рецепт со шпинатом. Если получится, если найду все ингредиенты, завтра вам ещё покажу этот рецепт. Вот такая вот тарелочка у меня на завтрак сегодня. Ещё забыла показать, на десерт у меня сегодня вот такой вот чёрный шоколад. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И зерновой вот такой вот хлеб. Для придания вкуса, вот прям всем рекомендую или в тостере подсушить, или на сковородке. Тогда хлеб ещё вкуснее. Мне так нравится больше. Возможно, вам тоже пригодится этот лайкхак. Ну и как вы уже поняли, мой марафон работы продолжается. Буквально, не знаю, процентов, наверное, 70 своему времени у меня сейчас занимает работа. Кстати, было интересно посмотреть на себя со стороны. Иногда даже забавно. Сегодня я работала с чехлами для телефонов. Кстати, оставлю вам ссылку, если кому интересно. Это не реклама. С ребятами я работаю, не знаю, уже, наверное, больше года. И чехол тоже у них заказывала. И прекрасно носится. То есть, качество очень классное. Поэтому, кому нужны чехлы классные для телефона с быстрой доставкой, там, по-моему, даже бесплатно на розетку можно найти на сайте. Сайт оставлю вам в описании. У меня перерыв. И я, на удивление, сегодня в чудесном настроении. И очень рада дарить его вам. Ну, что, что? Ну, закрутить же я вкусно. Треба был вот, да? Только что сделала... У нас дочь пошёл. Очень вовремя, как всегда. Сделала упражнение на растяжку. Я нашла именно для тех, у кого сидячая работа. Потому что сейчас у меня немножечко откорректировался, сменился график. Стало работы больше. Я уже это говорю, наверное, в каждом... Не знаю, везде кричу об этом. Сос в моих глазах, может быть, вы видите. Вот. Поэтому начала валить спина. Я начала делать вот эти упражнения. Это со стороны выглядит очень... Фу, испугалась. У меня что-то снова там... Со стороны это выглядит очень смешно. Может быть, даже на видео сниму. А, шо. Людям поразвлекаться, как я. Цель. Тудум-сидум. Сидела-сидела. Сегодня поняла, что хочу красную рыбу. Прикиньте. Ну вот, я вообще человек, который рыбу не ест. Ну, вообще, вообще разные виды. Ну, там, максимум красную, понимаете. Статусность, да? Только красная рыба и красную икру. Не шучу. Икра у меня не очень заходит. А вот что-то мне захотелось красной рыбы. Завтра, наверное, пойду и посмотрю. Может быть, какая-то на скидке сейчас в Арусе или в АТБ. Потому что, если честно, я понимаю, что если я куплю себе такой нормальный вот кусок без скидки, ну, это выльется где-то в 200-300 гривен, у меня жаба потом будет вот так сидеть, да? Потому что у меня немножечко другой расчет. Это с одной стороны. С другой стороны, думаю, ну, я же заработала. Вот. Но поскольку вот такая вот нестабильная ситуация со светом, как-то я очень сейчас буду продумана и продукты покупать, и одежду. Потому что если не будет подолгу света, ну, вроде все уже как починили, но неизвестно, что уж как бы будет дальше, да? Ну, вот. А поскольку моя работа, ну, зависит от света, от интернета, мне сегодня девочка, работодатель мой, который рассказала о том, что можно купить пауэрбанк какой-то, и переходник, и типа сделать какой-то интернет, и, ну, соответственно, на ноутбуке работать даже без света. Вот. Но она мне потом перезвонила, озвучила сумму. Я понимаю, что, ну, я не смогу сейчас на данный момент ее выделить. Вот. Потому что часть подаренных денег как бы потрачена, а часть, которая осталась, уже... Знала бы я, понимаете, что такое может произойти, я бы, наверное, отложила. Поэтому эту идею я пока откладываю. Не знаю, что как и будет дальше. Я хотя бы узнаю за установку вот этого интернета, который без света работает. Такая-то такая функция есть. Ну, в Одессе, по крайней мере. Я думаю, что у нас тоже, у какого-то провайдера, возможно, есть. Но там тоже надо мощный пауэрбанк. Вот. И получается, мощный пауэрбанк для интернета, и мощный пауэрбанк, и проводочек для, чтобы ноутбуки работать. В общем, озадачена я сегодня. И новостью вот этой вот с утра не радостно. Но у нас пока есть интернет, поэтому я пока работаю, мне надо закрыть задачи, которые я себе поставила. И, конечно же, верить, надеяться в то, что как бы все обойдется, все будет лучше. Но зато я сегодня узнала про эти новые технологии. Я никогда не подумала, что есть такая возможность ноутбук заряжать через пауэрбанк, и есть интернет, который может работать без света. Это для меня что-то вот такое. Вот, может быть, кто-то не знал, кому-то тоже будет полезная такая информация. Есть специальные переходники для ноутов, специальные мощные, хорошие пауэрбанки. Они стоят недешево. Ценник от 55 долларов и выше. Ну, понятное дело, что если брать для работы, то нужно от 100 долларов только один пауэрбанк. Ну, про зарядные станции я вообще молчу. Я завидую белой завистью тех людей, которые себе их приобрели. Это реально классная вещь. Когда нет света, можно пользоваться любой техникой. Ну, у меня в основе, вот я в мыслях себе прокручиваю, мне ничего не надо, кроме, понятное дело, интернета и ноутбука, потому что это мой заработок, как бы мои средства. Это я к тому, что вот могут быть такие, там есть люди, которые меня не понимают в этом смысле. Ну, что типа ты зарабатываешь, а получается не тратишь и накапливаешь. Ну, вот приходится, да, мы живем в такие времена, что нужно, чтобы хотя бы немножко было отложено, потому что если, допустим, там, работать ты станешь меньше, соответственно, зарабатывать ты будешь меньше. Но я думаю, что по логике это все понимают. Вот, и это такой минус фриланса. Вот. Ну, я просто так себе подумала, что если бы я зарабатывала больше, я с легкостью могла распрощаться с такой суммой на павры, на вот эти переноски, переходники все, вот, то я бы, наверное, это сделала, поскольку пока поднимаем уровень, поэтому я пока думаю. Вот, как-то так. А, про красную рыбу не договорила. Что там не хочется, не знаю. Подумаю еще, в общем. Посмотрю, что будет ситуация со светом. Вот сейчас еще работаю, посмотрю, сколько сегодня заработаю. И тогда, да, куплю красную рыбу. Что нет? У меня там уже такой список. Боже, у меня опять пустой холодильник. Когда он уже будет полный? Ну, я реально не успеваю ходить в магазин, соответственно, ну, хотя есть плюс, я не трачу. Так что во всем, друзья, нужно искать плюсы и находить настроение. Пока как не знаю, ну, как-нибудь. На этой прекрасной ноте я хочу закончить сегодняшнее видео. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что остаетесь со мной. Смотрите меня, несмотря ни на что. Общаетесь со мной. Ну, так вот мы друг друга стараемся как-то поддерживать и стараемся жить полноценной жизнью, вопреки тем трудностям, которые нам приходится переживать. Обязательно берегите себя. Подписывайтесь на канал. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите. Пишите комментарии, будем с вами общаться. Интересна вот эта вот тема с тарелочками и так далее, и тому подобное. Почему спрашиваю? Мне нужно выявить интерес на YouTube. Я и по просмотрам посмотрю, чтобы понимать, ну, есть ли смысл вообще снимать это и делать в YouTube, потому что, опять же, это энерго и время не затратно. Вот. И, ну, мне надо понимать, насколько мне это будет, ну, не знаю, выгодно. Выгодно как-то такая грубая формулировка. Ну, мне в любом случае это не очень выгодно, если говорить о финансовом смысле, потому что все равно я больше, там, двух-трех долларов с видео, ну, это очень вряд ли. Вот. Но если будет интерес, да, типа, ну, как, знаете, общая дружная команда, я буду это делать, снимать, ради бога, там, шо. Шо уже там буду, то уже буду. Ну, я кажу честно, кажу, як е. Все. Берегите себя обязательно. Фух. Все. Что-то хотела еще сказать, но как-то мысль потерялась. Берегите себя обязательно. Вот это вот очень-очень-очень сильно важно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok